Доброе утро, уважаемые трейдеры! Я Анна Касаткина, вы смотрите новости на канале Инстатв. Американской статистике так и не удалось изменить характер торговых настроений. Котировка индекса доллара США так и осталась в узком диапазоне, ограниченном уровнями поддержки на 94.45 и сопротивления на отметке 94.90. А вероятность прорыва из торгового коридора была довольно высока. Так, рынки могла разочаровать информация о том, что за октябрь было создано всего 261 тысяч рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США. Аналитики прогнозировали больший прирост к числу трудоустроенных на 312 тысяч. Однако, значение за предыдущий отчетный период было пересмотрено в лучшую сторону. Вместо сокращения на 33 тысячи рабочих мест в сентябре количество наоборот увеличилось на 18 тысяч. Дополнительным позитивным фактором стала новость о сокращении уровня безработицы с 4,2% до 4,1%. Несмотря на прогнозы рынка, в соответствии с которыми ожидалось сохранение прежнего уровня безработицы в 4,2%. Но нивелировало оптимизм уточнения о том, что соотношение безработных уменьшилось за счет снижения доли экономически активного населения. Зато вполне однозначной была реакция инвесторов на то, что в октябре средняя заработная плата осталась прежней. При этом годовой рост замедлился с 2,8% до 2,4%. И эта информация вызвала волну распродаж доллара. Котировка евро-доллар резко поднялась на 40 пунктов вверх. Трейдеры все еще по привычке оценивают вероятность повышения процентной ставки ФРС по данным о среднем заработке в США. Но совсем скоро участники рынка вспомнили обещание комитета по операциям на открытом рынке все же провести очередной раунд ужесточения денежно-кредитной политики в декабре и предпочли уйти на выходные со сделками на покупку доллара США.